Родители святого пророка Иоанна Предтечи, праведные Захария и праведные Лисавета, жившие в Хевроне, достигли преклонных лет, оставаясь бездетными по причине бесплодия Лисаветы. Однажды, когда священник Захария возносил горячие молитвы к Богу в Иерусалимском храме, ему вдруг пристал Архангел Гавриил по правую сторону жертвенника и предрек старцу скорое рождение сына, который станет правозвестником Мессии, ожидавшегося веткозаветной церковью. Пророчество Архангела Гавриила привело праведного Захарию в сильное смущение. Усомнившись в словах Архангела, он стал просить у Господа знамение, которое подтвердило бы услышанное, и мгновенно немота поразила маловерного Захарию. Вскоре также, как некогда Сара, зачавшая Исаака в глубокой старости, узнала Елисавета о рождении своего первенца. На пятом месяце беременности она удостоилась посещения своей родственницы, приблагословенной Девы Марии, уже носившей в очреве предвечного младенца. В праведной Лисавете, исполнившейся благодатью Духа Святого, первой открылась великая тайна, и она узнала в своей гости Матерь Божию. Святой Иоанн Претеча, взыграв в очреве Матери, такой радостью приветствовал Преснодеву, носившую Сына Божия. На восьмой день порождения Претечи в дом Захарии пришли родственники и священники, чтобы по еврейскому обычаю совершить над младенцем обряд облизания. В доме царила великая радость. С рождением ребенка семье снималось бесчестие, попущенное Господом. К этому дню полагалось дать младенцу какое-либо имя, и гости решили назвать его Захарией в честь отца. Однако Святая Лисовета, исполнившись пророческого дара, наставила на том, чтобы мальчика нарекли Иоанну, что значит по-еврейски благодать. Все были удивлены, ведь такого имени никто не носил в их роде. Недоумение разрешил сам отец младенца. На вопрос, как же все-таки назвать отрока, он написал на дощечке имя ему Иоанн. И вдруг узы, связавшие его речь, разрешились, и святой Захарий, отверз уста свои и воздав благодарение Господу, начал пророчествовать о явившемся в мир Мессии, о своем сыне Иоанне, предтече Господнем и о грядущих событиях. «Когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме, и пришли волхвы с Востока с расспросами о родившемся царе Иудейском Кироду, последний послал Вифлеем своих воинов, чтобы они избили там всех младенцев мужского пола. Не забыл он и о младенце Иоанне из Хеврона, о котором уже слышал много чудесных рассказов. Замышляя убить отрока Иоанна, он послал Хеврон убийц. Однако в доме святого Захарии никого не оказалось. Когда началось избиение младенцев в Вифлееме, вопли и стоны дошли до Хеврона. Святая Лисовета вместе с предтечей Иоанном ушла в Хевронские горы. Святой Захарий в это время исполнял свою череду благослужений в Иерусалиме. Правильная Лисовета со слезами молилась Бога о защите. И когда с вершины горы она увидела приближавшихся преследователей, то возобила от всего сердца, обращаясь к каменной глыбе. Гора Божия! Гора Божия! Прими, Матерь, с чадом! Как повествует церковное предание, гора вдруг раступилась, образуя пещеру, которая сокрыла Матерь с Сыном. Негодуя на то, что правильной Лисовете с младенцем удалось скрыться, Ирод решил отомстить святому Захарии. Он послал к нему своего оруженосца с поручением узнать, где находится ему сын. В случае отказа выдать сына Ирод приказал убить праведного Захария. Святой Захарий отвечал пришедшим, что о местонахождении своего сына он не знает, и что сам он, Захария, не боится смерти от рук Иродовых наемников, так как верит, что Господь примет его душу. За эти слова он был убит между алтарем и жертвенником, и кровь его на мраморном полу сделалась, как камень, свидетельство преступления Ирода. По преданию, правильная Лисовета, пребывая с младенцем Иоанном в пещере, чувствовала особое благоволение Божие, ибо прямо возле пещеры внезапно выросла финиковая пальма, кормившая беглецов своими плодами, и открылся источник воды. По прошествии сорока дней со времени убиения святого Захарии приставилась и святая Лисовета. Мальчика, оставшегося в пустыне, взял на свое попечение ангел Божий. И так хранил и покрывал Господь святого пророка Иоанна, чтобы уготовил он путь ведущему спасителю рода человеческого. Празднование памяти святого пророка и притечи Господня Иоанна особенно распространено в Русской Православной Церкви. В честь крестителя Господня Иоанна были воздвинуты многочисленные храмы и монастыри по всей России. Русские люди часто называют новорожденных именем Иоанн. Также в честь предтечи и крестителя Господня Иоанна. Богу нашему славу. Вовите веков. Аминь. За страху Божьей ты верою приступи.